Это почти тост. Предлагаю еще один, чтобы Гагарин не стал последним русским героем. И еще. Россия к 2030 году может создать базу на Луне. Российские коммерсанты хотят построить космический отель на орбите. Американцы готовы признать присутствие инопланетян на территории США. Китай всерьез планирует сделать Марс китайским. А планету Земля лихорадит от глобального потепления. И прогнозы природного апокалипсиса – одни из самых популярных запросов в интернете. Впрочем, как и сценарии спасения, среди которых главный – переселение на другие планеты. О глобальном значении первополета и планах человечества по освоению ближнего и дальнего космоса в сюжете Ирины Близнюк. Есть такая теория – любой разумный вид рано или поздно должен выйти в космос. Превращение хомо-сапиенсов в человека космического на нашей планете началось с полета Гагарина. Поехали! Все, кто побывал в ближнем космосе за последние 50 лет, возвращались с главным впечатлением. Она такая красивая и хрупкая наша Земля – планета людей, которые никак не могут между собой договориться. На Земле не стали меньше воевать, но то, что в космосе можно только сотрудничать, уже поняли. Летают, конечно, вокруг планеты и спутники-шпионы, и идея звездных войн некоторым не дает покоя. Но есть и космический телескоп, помощью которого в недалеких галактиках уже обнаружены планеты, пригодные для развития жизни, похожие на нашу. Главным результатом космической эры принято считать технологический прорыв. И действительно, все, что мы сегодня имеем инновационного, так или иначе связано с космосом. Интернет, спутниковое телевидение, мобильная связь, нанотехнологии, материалы с удивительными свойствами, биотехнологии, прогнозирование погоды, робототехника. Все это делает нашу жизнь на Земле более комфортной, но на самом деле должно пригодиться человеку на пути к звездам. Идея Циолковского о том, что люди должны расселиться по планетам Солнечной системы, а позднее галактикам, сегодня кажется вполне логичной. Ведь если глобальное потепление спровоцирует глобальную природную катастрофу, то у землян просто не будет выбора. Самое удобное для колонизации планеты сейчас Марс. Промежуточной базой может быть Луна. Это два главных пункта назначения новой космической гонки. Ключевые игроки – США, Россия и Китай. Роскосмос обещает лунную базу к 2030-му, а полет на Марс не раньше 35-го года. Нужен принципиально новый космолет, вероятно, с ядерным двигателем. На том, что есть сейчас, лететь до Красной планеты полтора года. Человек и это может выдержать, что доказала российско-европейская экспедиция Марс-500. Наземный эксперимент в Москве завершается, и шесть марсонавтов уже виртуально высадились на Марсе и теперь на пути к Земле. Так что если вложиться в технику, проблема будет решена. Но у Роскосмоса то ли денег, то ли идей не хватает. У нас нет задела. У нас нет даже в рабочих чертежах, насколько я понимаю, таких, которые можно было бы уже делать, что-то конкретного. Ближе всего Марс будет к Земле в 2018 году, и к этой дате могут успеть, например, американцы за счет активной коммерциализации космических работ. Задача новой программы НАСА – привлечь частные компании, которые должны за свои средства разработать космические корабли и предоставить НАСА транспортные услуги по снабжению МКС. Конкурс на лучшее космическое такси выиграли две компании. Одна из них уже провела экспериментальный полет многоразового корабля «Дракон», способного взять на борт семь человек экипажа и шесть тонн груза. Вопрос о том, где разместить всех желающих побывать в ближнем космосе, тоже решается коммерсантами. Так, компания Bigelow Airspace полгода назад объявила набор персонала для своих орбитальных отелей. А легендарная сеть Hilton планирует уже в 2017 году построить отель на Луне. При этом стартовать будут не только с государственных, но и с частных космодромов. Первые уже строятся в штате Нью-Мексико. И вполне возможно, что план полета на Марс только в 2035-м тоже изменит какой-нибудь частник, построив, не дожидаясь госфинансирования, сверхбыстрый марсолет. Но больше всего шансов у Китая. И деньги есть, так что если скопированных технологий не хватит, то купят новые. И идеология мощная. В Китае уверены, если наша планета вместе с человечеством погибнет, то китайские колонисты потом смогут прилететь с Марса и снова заселить Землю китайцами. Потому что если мы ничего не будем иметь, то нам никто не предложит ни с кем объединяться. Нам нечего будет внести в общую копилку. Победит, скорее всего, международная кооперация. Особенно, если гонка будет за выживание человечества. Так что, может быть, не мы, но наши дети точно будут летать в космос, если не по профсоюзным путевкам, то по делу срочно. Уже сегодня у первого космического туроператора «Вирген Галактик» распроданы все места на суборбитальные туры до 2012 года. Цена билета 200 тысяч долларов. Но и на высокую орбиту по заоблачным ценам по-прежнему очередь. И к 2013 число запусков наших союзов на МКС планируют увеличить. А российская компания орбитальной технологии к 2015 году обещает открыть первую коммерческую орбитальную станцию. Только бы не сбылись опасения уфологов, и не оказалось, что Земля напередили. И инопланетяне уже имеют базы и на Луне, и на Марсе. Хотя есть и другая гипотеза. Мы и сами бывшие марсиане. Когда-то наши предки покинули умирающий мир и поселились на Земле. И вообще наша планета – это убежище для погибших когда-то галактических цивилизаций. Так что Юрий Гагарин, возможно, не только открыл нам дорогу в космос, но и путь домой. Ирина Близнюк – главная тема.